всем привет к чему бы не прикасалась рука бренда ferrari имеется ввиду автомобили но кстати не только сейчас об этом расскажу но к чему бы не прикасалась рука ferrari все становится золотым в буквальном смысле этого слова перед вами ferrari и эта модель луса почему я начал вообще вот этим вот выражением данное видео но все просто во первых вот этот кузов он для ferrari ну мягко говоря не очень типичен да то есть по факту это хэтчбэк либо универсал не знаю как вам больше нравится но и второй момент удивительно но в россии где по жизни ненавидят кузова кузова хэтчбэк и многие производители автомобилей специально для россии делали седаны дабы не продавать хэтчбэки так вот вот эта модель у нас продается хорошо и предшественник вот этой модели ferrari ff продавался тоже неплохо что удивительно понятно что для европы это собственно как мед потому что есть багажник туда можно что-то класть но опять же для россии но это действительно нонсенс показываю ручку двери показываю неспроста только что он как раз с той стороны именно обращал внимание на то что я думаю во многих моих видео вы заметили что личинка замка у ferrari обычно расположена просто где-то в каком-то самом видном месте двери ничем не закрыта ну и мягко говоря в 21 веке смотрится немножко ну неуместно да так вот луса она очень интересно в плане проработки мелких деталей от как раз подтверждение моих слов повторитель поворота он уже диодный вот эти вот жабры на крыле классно тоже проработана именно как даже хочется докажешь дотронуться потому что ну прям такой знаете элемент такой можно сказать даже декора да вот который прямо притягивает к себе только что он показывал эту табличку на русском языке автомобиль дилерский но вот лишний раз доказывает то что у нас они продавались почему говорю в прошедшем времени потому что сейчас насколько знаю ничего не приводится официально в моменте вот у этой модели есть два варианта на видео у нас мотор v8 он менее мощный и он имеет задний привод также есть мотор в 12 соответственно он с полным приводом и соответственно он более мощный но тут уже на вкус и цвет но на мой взгляд если вы эксплуатируете автомобиль только летом здесь любом случае для россии я думаю других вариантов нету то можно я думаю вполне себе остановиться и на заднем приводе но в принципе опять же если уже заморочился и покупаешь новый автомобиль ну наверное пару-тройку-пятерку миллионов рублей накинуть и купить уже в 12 но опять же это дело вкуса но обратите внимание все таки как выглядит мотор он выглядит сильно красиво и вот о чем я вам говорил личинка замка все-таки спрятана вот под эту вот ручку и это неплохо опять же в каких-то ситуациях спорных в том плане что если не дай бог что-то там замерзнет и вы например где-то в альпах катались но и там какие-то не знаю куча вариантов там почему сел аккумулятор добираться до нее на работ тоже не очень просто но представляете все это замерзшие но так себе но плюс-минус на самом деле функционал такой нормальный во всяком случае для внешнего вида но и давайте посмотрим салон потому что по сравнению с ff это предыдущая версия здесь конечно день и ночь причем сделано все настолько элегантно и достаточно в такое утонченной какой-то манере в буквальном смысле утонченной потому что обратите внимание многие детали интерьера они действительно такие тоненькие но это все функционально и смотрится достаточно легко и в салоне находиться приятно в принципе разместиться за рулем можно очень даже комфортно потому что здесь места хватает по сравнению конечно с более какими-то старыми моделями ferrari но тут уже все-таки начали думать и о водителе тоже его каких-то удобствах поэтому в принципе я думаю что на каждый день ну подобающее время года вполне себе нормальный вариант в принципе кататься приятно нет ничего такого как вот сумасшедших моментов со сцеплением все достаточно прогнозируемо ну естественно что в хорошие времена была такая опция у дилеров если ты заказываешь новый автомобиль можно пока к тебе едет твой номер автомобиль пока я изготавливать можно было бы можно было заказать себе так скажем купить несколько уроков и с тобой профессиональный тест пилот катается и показывает как собственно что работает как рулить как правильно кататься но то есть это на самом деле очень и очень интересная была услуга в свое время как раз когда вышел я помню как раз в этом всем деле участвовал мой знакомый который как раз и работал с пилотом но действительно я считаю что для таких автомобилей это нужно потому что ну все таки автомобиль быстрый автомобиль в определенной степени опасный именно в плане того что на нем как-то хочется ездить быстро ну и для этого конечно нужны какие-то навыки ну и это действительно очень полезно но показывают эти вам все мелкие детали опять же если вы сравните старые автомобили ferrari ну понимаете да насколько здесь все пошло вперед и это очень и очень правильно сделано потому что многие крутилки на итальянских и не только автомобилях имели такую прорезиненную оболочку и все это дело просто-напросто жестко начинал в определенный момент времени липнуть я думаю что многие напишут здесь свои комментарии потому что те у кого нет итальянских автомобилей наверняка укажут кучу вариантов марок и моделей где такая история к сожалению присутствует но это видимо недостаток самой технологии и со временем конечно же все это приходит в такое состояние кресло тоже видите приятной расцветки причем в комбинации с черным выглядит тоже так взвешенный я бы так сказал но и в принципе все все новое поколение ferrari а то что вот смена модельного ряда пошла с ferrari калифорния теперь уже калифорнии как бы нету я кстати вам чуть позже покажу рядышком будет как раз а то модели которые я вам говорю пока не буду раскрывать о чем идет речь так вот обратите внимание как раз преемственность вот те же воздуховоды видите у них сейчас такой есть корпоративный стиль на этих на более машинах старших старших моделей до более дорогих у них как раз я вам показывал именно на воздуховодах почему-то цветного цветные резиночки такие стоят для чего это сделано честно говоря я не знаю лично но поэтому врать не буду но вот здесь кстати точность такие же воздуховоды но они их не имеют почему так но тоже вот вопрос вопрос к производителям опять же кто из зрителей знает ответ ну собственно пишите в комментариях и просветите всех остальных но я имел ввиду про super fast я несколько видео показывал но и анонсирую еще будет несколько видео причем все автомобили будут разного цвета и потом в конце вам покажу именно все три автомобиля у нас тут в один момент так получилось что их было три но и посмотрите на самом деле какие есть цвета какие есть комплектации также варианты салонов но в общем немножко я в сторону ушел да ну то есть вернемся к этому автомобилю про место сзади в принципе с местом сзади все неплохо но опять же если вы какой-то близкий родственник спортсмена валу его то наверное сзади будет некомфортно но если вы среднестатистический человек среднестатистической комплекции какое-то время потерпеть сидя сзади ну можно думаю что очень далеко ехать не очень но если у вас есть дети то вполне себе я думаю им там будет здорово ну и есть варианты с мультимедиа сзади то есть сейчас и у ferrari с этим нет проблем ну кстати вам показываю очень сейчас такой интересный момент я пытаюсь быть объективным это не в коем не в коей мере не подумайте что это камень в огород дилера но у ferrari есть до пяти лет во всяком случае раньше было сейчас уже нету по понятным причинам были серии бесплатных то соответственно купили автомобиль и забывайте на какое-то время его обслуживание но это есть и на рейндж ровере например у меня тоже самое есть там куплены сервисный пакет ну и все ты то есть заплатил и забыл здесь то же самое но в общем автомобиля тысячу километров проехал после бесплатного вот это вот у ferrari ну и приехал к нам на того на замену масса но обычно этого то есть временное потому что в этом году многие люди как-то к дилеру не поехали но опять же по объективным причинам если кому-то интересно напишу в комментариях ну либо в личку в общем хотел бы вам показать как после бесплатного того тысячи километров пробега выглядит воздушные фильтры но я думаю это показатель прежде всего как бы насколько бесплатный сыр и где он находится вот обратите внимание сверху естественно новые фильтры которые мы сейчас установим снизу те фильтры которые как бы якобы прошли тысячу километров ну вот сами понимаете почувствуйте разницу но вот это вот бесплатное то да вот именно так все это выглядит вот такой вот бесплатный то по поводу моторного масла но я надеюсь что как бы там она была заменена в общем любом случае мы все сделали но возможно воздушные фильтры они не меняются на каждом то потому что есть такая тема у лендровера то же самое ты покупаешь пакет но там почему-то фильтра меняется через раз хотя там ну интервалы пробега сами понимаете другие там 15 тысяч километров но здесь мне кажется что у такого бренда и при как бы таких затратах на покупку нового автомобиля ну как минимум должны на дилере смотрите состояние вот этих фильтров но я считаю что но это явно нужно было поменять но опять же пишите в комментариях как вы считаете вообще нужно было это поменять или не нужно может быть я как-то неправильно считаю ну то есть на дилере знает лучше чем я опять же я не механик но в этом моменте возможно я где-то заблуждаюсь но по мне это не очень хорошо для мотора не очень хорошо автомобиля но и как-то знаете не так дорого не стоит чтобы их не менять но это так лирическое отступление вот как раз хотел бы вам показать но опять же чуть позже еще один автомобиль который как раз ознаменовал собой смену поколений вот как раз справа я думаю уже вы догадались это ferrari portofino но игра сейчас вам покажу общие какие-то черты именно которые свойственны современному вот этого поколения у ferrari но мне в принципе даже и portofino нравится хотя это самая младшая модель но действительно выглядит она красиво и чтобы не говорили в свое время очень сильно критиковали калифорнию я честно говоря до сих пор не понял почему потому что калифорния неплохой автомобиль на нем очень приятно и комфортно кататься нормально он едет с нормальной динамикой в любом случае с нашим количеством камер где-то гонять но точно не получится но на трек сами понимаете на таком автомобиле ну наверное это не про трек вообще разговор но естественно феррари да что ни говори и вот по поводу внешнего вида обратите внимание вот как раз с порта финна началось вот это новое поколение и как раз вот эти вот все элементы дизайна есть некое сходство именно по поводу каких-то дизайнерских решений но в целом по поводу вот этого порта финна я вам тоже видео сделаю вернее она уже сделано и когда-то в ближайшее время его выложу но сейчас у нас на дворе зима поэтому я думаю что у многих времени больше ну и соответственно вечерком можно вполне себе посмотреть как это все выглядит но и может быть на лето на весну что-то для себя решите и пойдете и закажите себе какой-то такой автомобиль но это будет на самом деле очень и очень приятно потому что хотелось бы видеть на дорогах больше таких автомобилей ну я думаю все реально все будет хорошо но сейчас у нас пока зима поэтому остается вспоминать лето ну и собственно говоря любоваться всем этим великолепием на экране своего компьютера либо телевизора вот по поводу порта финна мы на нем будем менять тормозные диски и колодки да здесь приличный пробег ну и общем то время подошло хотя карбон керамика вроде бы как не убиваемая но на современных автомобилях это чуть чуть иначе как раз по поводу сейчас вам показываю дизайна колес обратите внимание они очень похожи и у того и другого автомобиля ну как бы можно даже назвать их запросто одинаковыми в общем вот такое сегодня видео по поводу если вас какие-то возникает вопросы пишите всегда рад насколько могу вам ответить но кстати диски даже может быть одинаковая честно говоря с такого угла не видно нет не одинаковая но в общем суть все идеи вы поняли на этом сегодня пока все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки